Ее обаяние, лучезарная улыбка и блестяще сыгранные роли завоевали сердца миллионов зрителей. Сегодня она востребованная актриса, на счету которой несколько десятков ярких работ, как в России, так и за рубежом. Лянка Грыу родилась в 1987 году в столице в семье известного актера Георгия Грыу и актрисы Стеллы Ильницкой. Когда Лянке было шесть месяцев, отец ушел из семьи, полюбил другую женщину. Он разорвал отношения не только с бывшей женой, но и с дочерью. Мужчина ворвался в жизнь Лянки в 2011 году, когда она уже была известной актрисой. На программе «Пусть говорят» он жаловался на дочь, которая забыла о несчастном отце. Из-за увлечения выпивкой Георгий лишился работы и пережил еще два развода. Двое младших детей от последующих браков также прекратили всякое общение с отцом. На эфир Лянка не приехала, а в разговоре с корреспондентами подчеркнула, что Георгий Грыу – совершенно чужой для нее человек. Однако через некоторое время Георгий опубликовал фотографию, на которой он стоит рядом с Лянкой. Стало понятно. Отец и дочь помирились. Грыу прекратил выпивать, женился и выпустил два сборника стихов. Сегодня он работает в театре и является частым гостем различных творческих встреч. В кинокопилке Лянки более 60 ролей в кино. Поклонники актрисы заметили, что последние несколько лет она появляется на экранах гораздо реже, чем раньше. Это связано с изменениями в личной жизни. В 2010 году Лянка вышла замуж за режиссера Михаила Вайнберга, а через год у пары родился особенный сын – Максим. Супруги нашли клинику в Нью-Йорке, где проходило лечение детей с аутизмом по современным эффективным методикам и решились на переезд. На время Лянке пришлось забыть о карьере и заняться здоровьем сына. Сейчас Максиму 10 лет. Благодаря своевременному и правильному лечению, мальчику удалось не только догнать одноклассников, но и превзойти их в развитии. За время проживания в Америке Лянка успела сняться в нескольких фильмах и сериалах, стать членом гильдии актеров театра и кино Америки. В прошлом году Грыо одержала победу в номинации «Лучшая актриса» на Норвежском кинофестивале. Сегодня Лянка постоянно проживает в США, но о российском кинематографе не забывает – работает на две страны. К сожалению, недавно стало известно о том, что Лянка и Михаил развелись. Супруги сохранили дружеские отношения, остались близкими людьми. Вместе они воспитывают сына и работают над совместными проектами. Продолжение следует...